Жительницы уральской столицы ограбили. На этом настаивает сама потерпевшая. Деньги, переведенные за услуги мобильной связи, ушли в другой кошелек. Калина Григорьевна осталась с квитанцией и неработающим телефоном. В поисках справедливости она дошла до городского дозора. Юрий Шумков изучил, что можно сделать в такой ситуации. Этот терминал только на первый взгляд кажется обычным. Но с недавних пор, жалуются пользователи, из аппарата по приему платежей он превратился в копилку. Галина Григорьевна, одна из пострадавших, рассказывает, хотела пополнить счет на телефоне. Как обычно, выполнила все указания терминала. Я оплатила и все, взяла квитанцию и пошла. И не могу позвонить никак. Прежде такого не случалось, говорит женщина. Терминал знакомый, пользоваться им умеет. И вот на тебе. Я позвонила в терминал. Я говорю, так и так, сейчас оплатила. Они говорят, какой номер телефона. А вот проплаты не было. Я говорю, как не было. Если я вот номер квитанции вот такой, то значит, это самое все перечислила. В итоге выяснилось. Деньги Галины Григорьевны попали не к оператору связи, а в интернет-кошелек. Женщина дозвонилась до виртуального банка. Чтобы вернуть платеж, ей предложили зарегистрироваться на сайте. Или отправить смс, но уже за отдельную плату. Оба варианта Галину Григорьевну не устроили. Ну, в общем, в результате не до чего. Не хотите и не надо, типа того, что деньги вам никто не вернет. Снова идем к терминалу. Обращаем внимание, что клавиши оператора связи и интернет-кошелька расположены рядом. Как-то вот так нажали. Видите, вот мобильный кошелек вырезала. Я вот все время проверяю. Женщина уверяет, что с подобной проблемой столкнулись и ее знакомые. Денег им тоже не вернули. Компании по приему электронных платежей нам сообщили, что подобные случаи происходят чуть ли не ежедневно. Технический сбой в терминале невозможен. Ошибки происходят из-за невнимательности клиентов. В дальнейшем просто мы просим быть внимательны при оплате услуги. И перед тем, как ввести номер, у нас есть обозначение, куда вы все-таки кладете деньги. А Галину Григорьевну ждут в офисе. Женщине помогут перевести пропавший платеж на ее телефон. Если вы ошиблись при совершении платежа через терминал, не спешите кричать «караул! Грабят!». Для начала следует обратиться в службу технической поддержки. Ее телефон указан на самом терминале, а также на чеке, подтверждающем каждый платеж. Юрий Шумков, Геннадий Бахарев, Городской дозор.